Продолжаем просыпаться, друзья. Туры в Туров. Так называется новая серия специального репортажа от агентства Тель-Новостей. Тема касается туризма, но в название автор вкладывал немного другой смысл. Дело в том, что на Туровщине недавно появились настоящие живые туры. Крупный рогатый скот, породы хека, вымерший вид, будут восстанавливать на местном пойменном лугу. Были легендами. Князь Тур, Бык Тур, Башня Тура и река Туровлянка. И спустя века снова вернулись на историческое место обитания. Зачем туроподобный скот разводят наши соседи? Они нашли, что машина – это вкусно. Мы можем практически дотронуться до быков. И как найти баланс между экологией и экономикой? Он у нас самый главный здесь, который приглашает всех туристов к нам. Еще один уверенный шаг на пути сохранения природного богатства и биоразнообразия. Все о турах, которых привезли в Туров. На него не распространяется природоохранное законодательство. Смотрите в новой серии проекта «Специальный репортаж». Во вторник, сразу после панорамы. Сегодня автор этого материала, к слову, не смог пройти мимо, доброй ранец Беларуси, наш коллега Сергей Козлович. Вот он присутствует. Привет. Добрый день. Совсем скоро он проспешно вслышит. Сейчас некоторые телезрительницы думают, так он же в новостях. Да, это соседняя студия. Скоро вы, Сергей, увидите. Сергей, хочется все-таки поинтересоваться, я еще со школьных лет своих помню, когда рассказывали на экскурсии, что вымерший вид туров вот этих животных в Беларуси уже не было. А почему сейчас решили их возрождать? Почему решили возрождать? Ну, на самом деле, просто. Сейчас, вот последние 20 лет у нас в стране, и, в принципе, наверное, на постсоветском пространстве меньше, разводят домашний скот. Это больше уже привилегия хозяйств, фермерских и тому подобное. И зарастают большие пастбища, зарастают пойменные лугаут, на которых как раз-таки переселили, и оттуда улетают редкие птицы. Теряется... То есть для восстановления баланса? Да, экосистема просто теряется из-за вот одного звена. Поэтому они, как их сейчас называют еще, живые косилки, вот их разводят, чтобы они убирали и наводили порядок на лугах. Ну, это же классно, потому что это реально исчезнувший вид, и они же какие-то как мифические, они выглядят так... Ты насколько близко приближался? Трогал тура вживую? Катался. Во время съемок? Ну, вот, на самом деле, начну немножко еще чуть-чуть истории. Они еще вымерли в 17 веке. Последние, причем, если не ошибаюсь, на территории Польши. И дело в том, что, да, очень много легенд ходит, причем конкретного образа, конкретных размеров, научных каких-то статей с того времени, естественно, не дошло. И у нас вся информация только описательная. То есть насколько они там выглядели, насколько они были мощные. А эти откуда? Сразу вопрос. Эти приехали из Латвии, оттуда их завезли, из Нидерландов вообще... То есть там они парочку выжило, да, и смогли восстановить? Нет, нет, нет. История в том, что их восстановили путем, как это называют ученые, обратной селекции. То есть скрещивали разных быков, искали из разных мест и вывели обратно приближенную... И получился йоркширский терьер, собственно. Да, ну, что-то подобие, да. И приближенная просто форма, приближенный вид. Но это, по сути, все равно корова, если так совсем грубо сказать. Просто с другими рогами, да. Просто с другими рогами, да. Ну и с грозным видом, да. Слушай, ну тебе самому понравилась работа вот над тем, что происходило? Охотно ли шли заводчики вот этих прекрасных созданий? Что туры рассказали? Рассказывали много всего интересного. Что туры рассказали? На самом деле, первый момент, когда вот мы приехали смотреть их еще в Беларуси, начинала съемка именно с белорусского, вот, из Туровщины, было страшно, потому что, ну, незнакомые животные, оно, чтобы подойти, как-то их снять, вот, у меня там будет эпизод, когда я пытаюсь с ними как-то взаимодействовать. Синхрон записать. Да, синхрон записать комментарии, как нам, как им Беларусь чистая, опрятная. Вот, но они сразу же реагируют, убегают. Все равно это животные, ну, и человек для них все-таки это опасный страх, и они оберегают своих детенышей и скрываются, вот. Но вот самое максимальное, я приблизился, это вот в Латвии, когда поехал. Там больше стада, там их около 200 голов вместе с лошадьми, они все там обитают, у них своя уже территория, они освоились, и на машине, как на таком африканском подобии Родео, не Родео, а Сафари, мы прокатились и вот максимально приблизились к ним. Ну, это не более того. Это очень классно, да. Расскажи, а почему, как ты думаешь, почему эта тема может быть интересна зрителям? Почему интересна зрителям? Потому что, по сути, это наше прошлое, которое не просто, как бы, забытое, а легендарное, и этим можно гордиться. И это можно будет увидеть на примере эпизода спецрепа, когда мы отправились уже в Эстонию, и там маленький городок, похожий на Туров, он будет побольше нашего Турова, но и поменял уже название, он тоже связан названием Таурупе, Таурупе, вот, у них Туров называется по-эстонски, и они из этого сделали настоящий бренд. Они поставили за свои деньги статую большую, они приглашают туда туристов, эта статуя видна до дороги, с трассы, и туда заезжает больше туристов, посещают больше местный замок, полу-восстановленный, и это играет, опять-таки, на экономику и на бренд региона. То есть, ну, ты же общался, да, с заводчиками, с людьми, которые занимаются разведением Туров сейчас, они планируют создать там заповедник такой, да, какую-то туристическую зону? Там дело в том, что они сейчас находятся на полувольном выпасе, то есть, с одной стороны, они построили забор, да, и вокруг речка, то есть, они никуда не могут сбежать, но у них очень большая территория. Им сейчас увидеть, вот, кстати, тоже момент такой интересный, мы когда приехали, один из эпизодов был, приехали туда на презентацию, якобы, то есть, Минприроды, представители все, нас пригласили в пресс-тур, посмотреть, насколько им там вольно, насколько им комфортно. Пресс-тур – это какой-то конкретный тур, который отвечает за свои секреты, да? Судя по всему, ну, практически, да. И мы приезжаем туда, но мы туров не видим, потому что, ну, площадка большая, еще есть деревья, и они разбрелись по пространству, там их 15 голов сейчас, и они еще разбились на группке. И, ну, и, в принципе, нереально, только вот мы попробовали с коптера их выловить, и то они убегали. Вот. И момент какой, надо же найти все-таки. Картинка нужна. Ну, да, мы же не газетчики, нам нужно взять картинку. И тоже, опять-таки, разделились группы журналистов, одни пошли в одну сторону, другие в другую, и нам повезло больше, потому что мы в одной точке так стали удачно в лесу, и смотрим, и на нас ломится просто вот стадо из голов девяти. А вы стоите на распашку. И за ними бегут журналисты, другие на нас нагоняют. А мы стоим, они к нам подбегают, уже становится страшно, потому что, ну, елки-палки, бежать, не бежать, вроде надо снять кадр, а вроде как бы жизнь дорога. Вот. Но они в итоге остановились, посмотрели на нас так внимательно, подумали, лучше с нами не связываться, и убежали в другую сторону. В общем, заинтересовало-то, конечно, нас на 100%, уверены, наших телезрителей тоже. Когда смотреть, еще раз нам напоминать? Сегодня вечером после панорамы. Прекрасно. Спасибо огромное. Друзья, напоминаю, что у нас в гостях был наш коллега по утреннему новостному эфиру, автор специального репортажа «Туры в туров». Сергей Козлович, еще раз спасибо.